Если говорить о полиции нравов и, в частности, о том, что нам делать с проституцией, ну, во-первых, нужно понять, чем будет заниматься эта полиция, да, то есть какие нравы она будет защищать, за какими нравами она будет следить, и будет ли она ограждать, условно говоря, там, детей, там, не знаю, от какого-то насилия, например, там, в интернете или на телевидении, или она там будет следить за тем, чтобы на Ярославке, например, не стояли девушки легкого поведения. Самое главное, что давайте не будем ханжами, да, и не будем делать вид, что у нас этого вообще нет проституции и всех этих вот там, то есть явлений, которые связаны с этим, и которые там, словно говоря, да, то есть потому что, ну, об этом уже снимались фильмы, да, то есть все помнят там интердевочку, об этом писались песни, там, то есть все помнят хит Газманова, там, и так далее, то есть, ну, то есть, понимаете, этим пользуются, как обычные граждане, политики, бизнесмены, понимаете, это есть. То есть мало того, что существует на сегодняшний день и так называемый секс-туризм, который связан с тем, что люди приезжают сюда, чтобы купить здесь, в Москве, в России, девушку легкого поведения, приезжает из Европы, понимаете, ну, потому что, ну, славянские девушки, да, славятся своими внешними данными, никто не будет с этим спорить, да, поэтому, определенно, есть такая категория туристов, которые приезжают сюда для того, чтобы здесь, условно говоря, вот воплотить свои какие-то сексуальные мечты вот таким вот образом. То есть, понимаете, это есть, но давайте это признаем. Единственное, вот здесь все было бы достаточно смешно, если бы не было так грустно. А грустно почему? Потому что, ну, есть статистика, например, в той же самой Германии, да, где проституция узаконена, в этой сфере трудится порядка 400 тысяч тружениц, да, у которых есть профсоюз, пенсии и так далее. И годовой оборот в этом бизнесе составляет 6 миллиардов евро. В нашей стране, по данным МВД, трудится порядка миллиона женщин задействовано. Можно себе представить, какой оборот в этой сфере в нашей стране. Если сопоставить цифры, то, видимо, если эта борьба происходит вот таким каким-то совершенно непонятным, незаметным, самый главный образом, да, да, то есть есть какие-то, бывает, нам показывают какие-то облавы там, периодически по телевизору, но девчонки все равно стоят. То есть, как они стояли, так продолжают стоять, известны их цены. И мне, например, мне бросают периодически в почтовый ящик какие-то листовки, то есть там бани, сауны, массаж и так далее, там интим-салоны. То есть победить таким способом, как это есть, невозможно. Значит, видимо, просто, может быть, это не нужно побеждать. Ну, я имею в виду, что есть заинтересованные люди, которые, понимаете, если миллион тружениц приносит какой-то доход, может быть, просто нет задачи такой, чтобы победить, возникает такой вопрос. Опять же, вот такая составляющая есть во всем этом, которая, ну, не очень веселая, да, то есть статистика, опять же, по заболеваемости. Порядка 50% уличных проституток в Питере, например, страдают ВИЧ, страдают СПИДом. В Москве эти показатели ниже, потому что здесь происходит как бы ротация более, да, то есть за счет приезжих обновляется штат, работница этой сферы. Но на самом деле цифры эти пугают. И пока все остается в таком состоянии, то есть эта ситуация, на самом деле, она просто... Понимаете, давайте определимся тогда, я обращаюсь к власти. То есть у нас это есть или у нас этого нет? То есть мы с этим боремся, тогда давайте бороться. Либо мы просто это легализовываем, да, и делаем этих девушек законопослушными плательщицами налогов. Налогов, значит, для того, чтобы они могли обследоваться и, соответственно, не представлять уже какую-то угрозу, условно говоря, обществу. Я вижу это так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...